Скажите, я микрофон отключу пока. Я вас-то еле слышу, не то что кликанье ваше. Остальные не знаю. Ну, скажите, если будет мешать. У меня осталось немножко объявления раскидать до работы. Ага. Ну, во-первых, да, давайте начнем. Свет, поздравляю, да, то есть есть новичок, который включается. Вот сейчас очень важно. Вот я еще раз говорю, напоминаю, да, уже, наверное, двадцатый раз говорю. Посмотрите еще раз Ирсану. Вот прям законспектируйте вот то видео, которое я вам скинула. Ну, в принципе, она говорит о том же, о чем, что мы делаем, так ведь? Ну, она прям так подробно все разжевывает и говорит. Вот если вы обратили внимание, она очень часто говорит быть на связи, да, давать голосовые сообщения, быть на телефонном звонке, не давать сливаться. Ну, как бы сразу, ну, то есть сразу как бы брать на сопровождение плотное-плотное. Наташа Васильева говорит, вот я когда у нее спрашивала, как, ну, как бы, да, холодный рынок полностью у них сейчас, пятнадцатая ветка идет. Я говорю, как вы строите работу, да, то есть как вы вовлекаете? Я говорю, сразу, если чувствуешь, что человек, ну, это видно же, да, то есть человек интересуется, задает вопросы, проходит уровни. Если чувствую, что он интересуется, я сразу, ну, как бы, договариваюсь на звонки. Как на обучение вывожу? Ну, вот Наташа говорит, да, это я ее слова сейчас передаю. Она говорит, я объясняю, вот сейчас тебе очень важно быстро научиться делать все, что необходимо. Поэтому очень важно сейчас, чтобы твои цели можно было достигнуть, да, то есть переводим на его цели. Вот. Очень важно сейчас научиться делать вот это, вот это, поэтому быстренько включаемся в обучение. Я тебе высылаю задания, ты их быстро выполняешь. Если нужна помощь, обязательно, ну, как бы, да, обращайся. То есть, вот, ну, постоянно быть на связи с новичком. Сначала Наташа говорит, я договариваюсь на звонки в удобное для новичка время, а потом уже перевожу тогда, когда мне удобнее, да, ну, постепенно, постепенно. Вот. Поэтому договаривайтесь на звонки, не бойтесь звонить, не бойтесь разговаривать. Кто-то будет брать трубку, кто-то не будет, да, у них тоже кто-то берет, кто-то не берет, кто-то делает, кто-то не делает. Все по-разному. Просто этому нужно научиться. Ну, вот, если вы видели, да, мы вчера говорили про колесо навыков. Я для себя выбрала два навыка, которые я сейчас буду прокачивать. Один навык, он у нас для всех единый, мы говорили, это одна регистрация в день. И второй навык у меня, это обучение навыкам бизнес-партнеров. То есть научить делать то, что нужно бизнес-партнерам, да, вовлекать. Вот. Поэтому, Света, да, сейчас Марину аккуратно, потихонечку вовлекаешь. Не делай за нее. Не делайте людей слабыми. То есть когда вы пытаетесь делать за другого человека что-то, да, вы сразу изначально ставите ему как бы установку, что он слабее, что и у вас в голове такая же, да, мысль засядет, вот, что он слабее, и он не может сам. Давайте возможность человеку делать самому. Пусть он делает сам, пусть он пробует сам. Только пробуя, только делая, можно научиться, да. Опять же, да, банальный пример, который уже сто раз говорили. Невозможно научиться плавать, стоя на берегу. По книжке, по видео, по вебинару, да. Да, вот, представьте, идет вебинар «Как научиться плавать». И мы смотрим его... По записи, как плавает тренер, да? Да. Мы смотрим его в течение года, поехали на море, и по этому вебинару мы поплыли сразу, там, чуть ли не до середины моря. Но не бывает так. Только если мы зайдем в воду, начнем плюхаться, пару раз глотнем воды, вот тогда мы научимся. Поэтому не делайте новичков слабыми, но будьте сильными сами. То есть вы... Вообще основной посыл такой, да, наверное, мысль дня, это вы создаете движуху вокруг себя. Вы центр всего движения. Вы источник. То есть мы говорили, каждый из нас — это источник обучения, информации, вдохновения, мотивации. Да, то есть мы источник, каждый из вас источник. Поэтому люди, которых вы пригласили, вы для них источник всего. Хочется им поплакаться, но иногда нужно и послушать, да, как, ну, там, плачутся. Там не знают, как заказ оформить. Ваша задача — просто показать, как. То есть мы — источник всего. Поэтому вот это всегда помните. Вы, как бы, да, от вас идет волна. Вот камушек бросить в воду — волна идет, так ведь? Причем она далеко-далеко идет. И чем больше камушек вы бросаете, тем больше волна. Вспоминайте, так ведь? Маленький камушек бросишь, маленький, ну, как бы, да, быстро волна закончится. Если большой булыжник плюхнуть, то волна и уходит далеко и надолго. Вот бросайте большие булыжники и создавайте большую-большую волну. Вот, теперь смотрите, что, ну, я вижу, да, вот вы... Для чего мы эти планерки проводим? Я хочу, чтобы вы тоже говорили, да, обратную связь. Не только я там на путстве такое, Надень. Вот, как я вижу, да, на что сейчас обратить внимание? Во-первых, личный товарооборот, напоминаю, да, мы делаем в первые три дня. Уже вон цвета одной помады не досчиталась. Потому что на два часа позже сделал, чем от начала каталога. Вот. Поэтому, да, вот этот период не затягивайте. Потом следующее, прям записывайте себе, да, у вас есть люди, которые там размещали заказы, у кого особенно на 50-е более баллов. Напоминайте им, чтобы они в заказы добавляли код для стаканчиков. Потому что кто-то может сидеть, ждать, что они автоматически добавятся. Там нужен специальный код. Сейчас у меня под рукой нет записи. В чате... Свет, выложи, пожалуйста, в Платиновом клубе вчера выкладывали информацию эту. Хорошо. Переложу. Женя Васильевна выкладывала. В Платиновом клубе. А, да, в Платиновом клубе. Выложи в Платиновом клубе, да. Хорошо. Последите, посмотрите. Потом. Скажите, пожалуйста, девочки-мальчики, все ли знают, как заказывать информационный листок и как с ним работать? Честно. Я знаю. Кто не знает, что это такое и вообще, что там смотреть? Я вот хотела спросить по информационному листку. Когда я заказываю просто информационный листок, там видна только, грубо говоря, моя структура, да. То есть я и кто подавно один человек. То есть я эту структуру не могу посмотреть, да? Тебе нужно выбирать персональную группу, не первую. Там есть глобальная информация. Есть кнопка строков, где можно выбрать персональную группу. Персональную группу, бери. Вот, я выбирала, у меня приходит нулевой, то есть нет информации. Странного как-то. Я хотела спросить, как вы заказываете? Там единственное, да, вот в одной строчке, Света правильно говорит, сначала идет выбор, да, это каталог, так ведь? Вот на верхней, ну, да, строчка. И потом идет первый уровень, персональная группа, там персональная группа 22%, вот так далее. Да, да, да. Но вот у меня приходит пустой. То есть написано, нет информации. На почту открываешь или сразу открываешь? Сразу открывала. Сразу открываешь. И не получается, да? Лучше на почту, да? Не имеет значения. Нет, там безразивно. Я сразу открываю. Света Камкина? Не знаю, у меня... Да. Что, Люк? Люк? Сейчас, Лен. Свет, по скайпу можете по демонстрации экрана вместе посидеть? Во второй плане дня. Света покажет, что она делает по демонстрации экрана? Во второй плане дня. Да. И дает до офиса. У меня сегодня просто вояжь первой половины дня в Москве. Лен, напомни, Свету потом, ладно? Ага. Ага, то есть как бы подоставай ее. Доставник достается тому, кто его достает. ой, как я вас плохо слышу. А мы ничего еще не говорили. Тут ты нас слышала. Нет, я вообще плохо слышу, поэтому у меня, понимаете, либо я слушаю задней части, либо я смотрю. А смотрите, слушать не получается, а когда разговаривать не вижу, некомфортно. информационный листок, научитесь с ним работать. Кто не умеет, кто не знает вообще, как заказывать, что там смотреть, напишите, вдруг поможем. Для чего нужен информационный листок? Во-первых, когда ваши, ну, во-первых, там нужно всегда смотреть, когда выходит квалификация у новичков, когда выходит первый шаг у новичков. Отслеживать списанные даты. Вот сейчас отслеживайте, звоните, еще раз напоминайте. Те, кто зарегистрированы в прошлом каталоге, они участвуют в рекрутинговой программе, да, у них есть возможность получить подарки. Рекрутинговая программа ждет последний каталог, десятый, потом она не будет идти. Вот, поэтому вот сейчас, ну, как бы, да, вот научиться работать с информационной, это важно. Потом начинаем обзвоны. вот не ждем, когда мы, там, когда на последней неделе наступит. Вот прям поставьте себе задачу. Во-первых, да, у кого там команды, вот новый менеджер, да, вы можете от себя ниже подряд всем звонить, мои, не мои, не важно. Просто в таблице сопровождения делайте отметки, что человек сказал, чтобы мы понимали, да, то есть там моих приглашенных можно, вы можете позвонить и сказать здравствуйте, ну, Лен, например, да, здравствуйте, меня зовут Елена, там, или Вероника, я менеджер команды, мы с вами работаем в одной команде, звоню, чтобы с вами познакомиться, вот, как у вас развелач, могу вам помочь, прям вот так, не бойтесь, хорошо? Вот, поэтому давайте информацию, ну, то есть звоните, вот этот навык тоже нужно отрабатывать, да, навык звонков, то есть 10 звонков в день, как минимум, понятно? Кроме, кроме презентации, не просто презентации, да, 10 звонков, это уже зарегистрировано, для чего мы звоним? Вот, когда у нас есть под рукой информационный листок, мы звоним, да, напомнить о том, что он участвовал в акции, например, тот или иной человек, напомнить о том, что у него идет первый шаг, там, да, помочь в случае необходимости, может быть, человек там, уровни проходит, нам не пишет, например, там, стесняется или еще чего-то, да, ну, всякое же бывает, вот, какой-то ступор там на уровнях возник, он сидит, не делает, то есть, почему новички иногда после, ну, даже на середине уровней там уходят, а что-то не получилось, а они думают, о, все, не получается, это не мое, я не могу, это не мое, вот здесь очень важно быть рядом, вот, поэтому говорим, да, постоянно быть на связи, вот, начинаем обзвон, обязательно, 10 человек в день, по порядку, да, взяли, обзвонили, рекрутинг, 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 вот сейчас будет рост, только в том случае, если есть рекрутинг, вот прям поставьте себе задачу, напоминаю, да, общая задача у нас, это, плюс 3000 баллов прироста, у Криши 1000 баллов прироста, у Лены такие глаза, удивленные, да, у Лены, Лена, если мы решили все вместе, значит, принимаем, что для этого нужно? А? Я смотрела воскресное видео. Ага, что для этого нужно, да, для того, чтобы было 3000 баллов прироста, нужно 20 новых бизнес-партнеров, которые делают минимум по 150. Чтобы найти 20 минимум бизнес-партнеров, нужно, чтобы у каждого было два бизнес-партнера. То есть вот по-любому, вот мы уже посмеялись на эту тему, хочешь считать, да, неважно, по какой методике считаем, по чьей методике считаем, по-любому получается, что одна регистрация в день. Чтобы за каталог появились два новых бизнес-партнера, нужна одна регистрация в день, вот по-любому, хоть как. Возьмите метод Марии Лосяковой, помните, видео скидывала тоже. Алло, слышишь меня? Да, помню, помню. Помню. То есть, да, дополнительно, параллельно, возьмите, например, этот метод, там можно же, даже если одна страничка ВКонтакте, там дополнительная рабочая, да, одна-две, можно с нее работать. Но я просто рекомендую. Вот. В принципе, метод, который, ну, требует, абы каких супер-навыков, да, просто начать разговор, ну, научитесь. Один раз там, один раз как-то коряво, второй раз коряво, третий раз лучше получится, да, то есть, и потом просто голосом дать презентацию. Маша дает презентацию голосом всегда. Я тоже сейчас, когда, например, с откликами работаю, я иногда голосом даю. Если человек там начинает тормозить и там замолкает после моего предложения, созвониться, я даю презентацию голосом. У меня есть такие регистрации, которые были после голосовых презентаций. А, ну, вот вчерашние, да, все посмотрели? Послушаю, да. Прикрутинговый чат я выложила, переписку. Да, да, да. Да, посмотрели. Она долго меня доставала с этим рефлором, а в итоге оказалось, да, так просто. То есть, ей не компания насолила, не люди, да, и вообще, она же говорит, конкретно, говорит, скажите, что и как надо делать. А то, говорит, бла-бла-бла, жужужу все, ну, это уже я так, утрированная. Вот. А конкретно, говорит, никто не говорит. То есть, ну, и я для себя сделала, ну, новое открытие, да, получается. То есть, если, ну, говорить о функционале, говорить в самом начале, что нужно делать. Вот. Поэтому не бойтесь, да, вот возьмите на вооружение этот метод параллельно. Аккуратно работайте, да, там, чтобы не банили все равно по количеству. Но, помните, Сергей Рыбаков, а, вы не слышали, они у нас были. Найду записи, скину. Я, по-моему, не скидывала, да, новые старшие менеджеры Сергей Рыбаков и Виктория Зайцева. Когда они приходили к нам на планерку нашу, не скидывала? Нет. Скидывала? Нет, не было. Нет, не было. Вот. И Сергей, блин, мысль потеряла. По поводу озвучивания сразу при презентации функционала и потом ты что-то про Сергея хотела сказать. Да, и вот мысль потеряла. Ну, ладно, вспомню. Если, ну, вспомню, скажу, напишу. Может быть, они там как-то презентацию проводят? Каким-то определенным... Они проводят обычную презентацию. Причем, я не скажу, что Сергей супероратор, да, то есть он, он не, он не супероратор, он не звезда, да, он простой парнишка такой, молодой простой парнишка, там, заикается, стесняется. А Виктория, да, она более такая яркая, вот, но Сережа, да, он такой, ну, он не звезда, но суть не в том, что звезда или не звезда, суть в том, что есть результат, так ведь? А результат приходит через количество действий. Они работают полностью на холодном. Они, а, вот я вспомнила, да, Сергей говорит, он, мы, говорит, тебе просто ставим задачу. 20, вот таких, ну, по принципу Марии Лосиковой, 20 голосовых презентаций в день с одной страницы, 20 с другой страницы и 10 с основной. То есть 50 вот таких презентаций в день. Понятно? Вот. Можете тоже взять на вооружение. Тем более, если у вас есть рабочие страницы, я, знаете, как делаю? Я, например, объявление раскидала и потом, вот сейчас, да, ввожу это в свою работу, раскидала объявление и сразу же с этой страницы добавляюсь в друзья, вернее, не добавляюсь в друзья, кому-то добавляюсь, кому-то пишу комментарии, и кому-то просто в личку пишу, ну, как Маша пишет, да, там у вас очень интересные, там, семейные фотографии, вы очень красивая пара, и потом, ну, видно, да, что вы там были, ну, там, счастливые, или вы, что-то такое, комплимент какой-то, и потом пишет, у меня есть к вам предложение, можно к вам обратиться по рабочему предложению. Все. И дальше, если человек откликается, то вы даете презентацию, да, ну, там, выводите на презентацию голосовую, причем Маша делает. Если нет, нет, дальше идем. Вот поставьте себе задачу, раскидали объявление, аккуратно, да, прям, не нужно слишком усердствовать, там, по 100 этих отправлять. 10-15, вот сколько поставите себе, столько и будет. Да, еще с основной, она обычно, если встречает какого-то человека, у которого там очень много друзей, то есть такая раскрученная страница, она сначала кидает ссылку этого человека на основную свою страницу, и с ним уже контакт ведет с основной. Ну, чтобы тоже выглядеть презентабельнее. Да, да, ну, то есть тоже, вот берите вот эти фишки, главное делать, не бояться. Вот установка, да, в голове, одна презентация, одна регистрация в день, одна регистрация в день, вот с этой мыслью просыпаться, с этой мыслью засыпать, и, соответственно, да, возникает мысль, как я это буду делать? Мы источник всего, все вокруг нас будет крутиться, да, так, как мы зададим. Вот скажите, да, плюс три тысячи, страшно? Да, кажется, страшно. Когда ты мне первый раз озвучила, тебе нужно выйти на четыре, так я прикинула, как, как. А когда ты мне разложила, вот на пальцах, да, стало легко и просто. Вот, то есть, в принципе, да, если мы каждый делаем свое дело, свою часть, мы же, ну, вот я же часто говорю, мы в связке. Вот если мы каждый делаем свою часть, то общий результат будет обязательно. Он будет по-любому, да, вот плюс три тысячи, страшно. Но когда по полочкам разложено, да, на мелкие части составные действия, тогда все понятно становится. И ничего не страшно уже. Это как съесть слона называется, да, съесть слона. Увидишь слона, и страшно, как его съесть. А если по чайной ложке каждый день, то все нормально. Можно за каталог съесть слона. Начать с хвоста. Есть такое, да, есть такая книга, сейчас автора не помню, дома она у меня лежит. Съесть свою лягушку, что ли, вот как-то так. Покажу еще. То есть, что значит съесть лягушку? Это сделать дело, которое ты, ну, неприятно может быть, да, тяжело дается там и так далее. Вот с утра, в первую очередь, делать те дела, которые тяжело даются. И потом вы весь день свободны. А я это у Глеба Архангельского читала. Я у Архангельского читала про лягушку. Архангельский, это какой-то зарубежный, за какой-то зарубежный автор. Я так поняла, он у кого-то заимствовал, понятно, ага. Кажется быть, да. Вот. Поэтому, как Эдуард говорит, да, вот если вы каждое утро будете съедать свою лягушку, наступит момент, когда ваша лягушка уже не будет лягушкой. Когда рекрутинг будет легким, потому что это уже будет навык. Так ведь? Почему он сейчас тяжелее дается? Потому что это еще не навык. Это вот вы как на велосипеде учитесь кататься или плавать, да, пока полтыхаемся, там, глотаем воду и так далее. Ну что? Итак, задачи на день, да, это личный товароборот посмотреть, кто еще не сделал, да, распланировать, сделать, постараться сделать. Дальше второе, это отправить сразу в день. Прям распишите для себя, вот я вчера расписала, попробуйте, распишите для себя, какие два колеса, навыков вы сейчас отрабатываете, да, прокачиваете, и вам станет более понятно, над чем конкретно работать, потому что, когда много задач, кажется, все нужно схватить. Возьмите два колеса и вот прокачивайте их, вот, и обзвон по команде. То есть между собой договоритесь, чтобы одним и тем же людям 25 раз не звонить сегодня. там, например, первые 10 человек берет, да, вот, созвонить между собой, потом от Светы, ой, потом Таня берет, потом Света Русь берет, да, я беру звонки, понятно? Ну, ты бери тех, которые до меня, у тебя как раз там набирается нормально звонок. Да, ну, я вот беру обычно, кто до тебя, а потом кто от тебя, уже вы между собой распределяете. Вот мы уже с Даней, со Светой разберем там дальше. А? Да, да. А смс-рассылки будут? Что? Смс-рассылки. Открутить фонный лист просто. Че-че-че, я просто не все слышу. Я говорю, смс-рассылки будут сегодня? Сейчас я сделаю тариф себе, чтобы смс-ки отправлять. Меня они вообще не отправляются уже. Сегодня доделаю, и будет рассылка. А? Или на завтра отложим. Нет, отправим. Сейчас я займусь этим вопросом, и отправим. Угу. Так, надо мне на тариф. Уже несколько меня не отправлять. Если поставить задачу, найти тариф, который по смс-ке. Да, мне не из чего отправлять. Вопросы, ребят? Вопросы, вопросы. Вопросов нет. Все понятно. Вперед? Вперед тогда, на встречу. в 2025 году мы президентская команда. Конечно. А сколько лет осталось? Я что-то не умею считать обратно. Президентская команда с большим количеством бриллиантовых директоров, как минимум. Восемь лет. Поэтому вот свое видение, да, на будущее, вот представьте, что вы хотите, как вы хотите, кем вы себя видите, да, какую команду вы хотите. Прям вот напишите, на стенку себе повесьте. У меня вот такая пока картина. 2025 год мы президентская команда. Чтобы это было, это нужно просто, вот каждый из вас это может, да, четыре звания в год. Это сейчас кажется, что, о, как это делать? Столько людей по России это делает. Вот мы бурнее паровоза, что ли? Нет, конечно. Значит, это реально? Да. четыре директора в год, вернее, не четыре звания, а четыре новых директора в год. На начальном этапе это да, будут новые звания связаны с этим, да, а потом уже просто четыре директора в год. То есть через сколько там? Шесть получается лет. Четыре директора в год это шесть лет. Три директора в год даже, не четыре. Нет, ну уж поставили задачу 4, так 4. Как Эдуард говорит, не надо уменьшать цель, надо подвигать немножко сроки. Не за год, за один год, один месяц, например, 4 директора. Вот вся большую цель на маленькие куски разложить, на маленькие части. Вот смотрите, кажется, через 8 лет президент, это же ого-го, так ведь? По 4 команды, да. На годы 4 директора в год, это не так уж и страшно уже. Один директор в квартал. Ну, мне кажется, лучше вести 2 ветки параллельно. Вот у меня так складывается впечатление или нет? Либо параллельно ветки, да, то есть тут уже у каждого будет по-своему. Вот сейчас научитесь, и потом ветки будете строить там. Каждые 2 месяца новый директор. Эдуард делает так, он запускает 1 ветку, находит там 6 ключевых партнеров, ее запускает, и потом только открывает другую, следующую. То есть он не параллельно делает, он делает... 6 ключевых партнеров, это... Да, да, все. То есть 6 ключевых партнеров в каждой ветке. Находят 6 ключевых партнеров, обучают их найти своих 6, и пошел дальше работать. Следующую команду. В России 140 миллионов людей. 2% из них в сетевом бизнесе. Не вылезли, но вообще в сетевом бизнесе. У вас 98% людей, которые хотят. Их нужно просто найти. Среди этих 98% найти свои 36% для начала. И все. Ну что, вперед? Идем вперед, к Польшу. У вас солнце, Света, а у нас дождик. Где солнце, да? Ну что, хорошего дня всем. Успешного рекрутинга, хорошего дня. Чтобы у вас сегодня пришли к вам ваши ключики ко всем. Гриша тоже, ты свои задачи знаешь, так ведь? У тебя 6 бизнес-партнеров. 6 бизнес-партнеров. Все, работаем. Все, пока-пока. На связи, да. Пока-пока. Пока-пока.